Всем привет, всем доброго времени. Это дверь B3 Passat и молдинг, пластиковый молдинг на двери. На прошлом видео я его снимал, показывал как он снимается и некоторые крепления на нем отломал. В этом видео я покажу вам как я их приклеил, чем я их заклеил на этом пластике, в общем какой клей использовал. Также я вам покажу, что я его снимал, ставил, экспериментировал над тем и смотрел, отломаются они на нем или же не отломаются. В общем смотрите и также в описании видео будет этот клей. Средний можно спасти, я же их сейчас обломал. Ну этот молдинг я оставлю, попытаюсь его приклеить, вот эти вот крепления, назад. В общем восстанавливаю их, так сказать, на этом молдинге, на пластике, на листве, кто как ее называет. Ну вот смотрите, перед тем, как вот эти вот места проклеивать, их надо обязательно обезжирить. Я, например, использую такой вот обезжириватель, такой вот клей. Сейчас посмотрим, как он будет держать, как все это будет работать. Заклею и покажу результат. Ну вот таким вот образом у меня получилось это все сделать. Клей еще сохнет, но хоть он еще и сохнет, я уже попробовал, они вроде как держатся. Но вроде как. Поэтому только установка на место покажет то, насколько все это хорошо будет держаться и насколько оно хорошо вообще держится. Так что беру ее с собой и сегодня попробую поставить. Как раз пока доеду до гаража, оно все высохнет. И буду пробовать устанавливать на дверь. Это ж надо, чтобы вот эти вот защелкнулись, а эти надо, чтобы не отломались в это время. Будем пробовать. Ну вот она, наш молдинг. Вот такой вот он у нас. Эти штуки я приклеил, крепления все. Сидят они, ну прям, прям хорошо. Слов нету. Очень хорошо сидят. Я думаю, что они будут очень хорошо так же все и держать. Ну а сейчас я хочу попробовать посадить вот эту вот штукенцию на место. Уплотнить им резинку вот эту. Ну как бы резинку, она уже стала пластмасской. Но когда-то была, наверное, резинкой. Ну, в общем, получилась вот такая вот штукенция. Да, она высыхает и все равно становится вертолетом. Но она стала. Как она? Остывает и становится вертолетом. А то высыхает. Вот. Ну она стала, она стоит на месте. Может сейчас к двери прижмется и будет нормальненько. Вот. Ну в дальнейшем я, конечно же, поищу резиночки. Пробую устанавливать. Но сидел. А, вот. Сейчас я попробую его снять второй раз. Заодно посмотрю, отломаются мои клеенные детали или нет. Ну вот, смотрите, я снял. Я снял. Я, честно сказать, удивлен, что ни одно крепление не оторвалось, не поломалось. Я думал, отломаются. Но нет. Клей, этот клей работает, этот клей держит. Держит, как видите, кайфово. Поэтому можно смело клеить вот такие детали этим клеем. И, блин, ничего у вас никуда не денется. Я сейчас ставлю ежики за место родных креплений. И сажаю все на ежики. Ну вот, видите, она пошла вот так вот. Вот так вот можно ее спокойно снять. Они все остаются здесь. Крепления целые. Вот. Насколько лучше будет предыдущего. Ну, зашла, прям щелкнулась, как вот, прям, прям вот так. Ребята, а теперь посмотрим, как она снимается. Снимается туже, гораздо туже. Прям, прям хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Вы даже, когда будете снимать, помните, у меня эти крепления клеенные. Так, ну что, пробуем. Ну, они все защелкнулись. Теперь пробуем снять. Снимается она. Барлина, а? Снялась. Снимается уже сложно. Вы можете заметить, уже есть видовые проблемы со снятием. Это не защелкнулось. Ну, вот это, за счет у нас уже есть шанс отломать крепление. Снял. Ничего не отломал. Я специально показал такое длинное полное видео по этим креплениям, как я их заклеил и сколько раз я ставил, снимал. Причем я их нагружал, я по ним бил, я их отрывал, я не жалел эти крепления, приклеенные этим клеем. И как вы можете увидеть, они все остались целы. Сколько раз я ее снимал, сколько раз ставил, пока я подбирал хорошие клипсы, на которые можно посадить пластик дверей на Б3-м пассате. Кстати, это будет следующее видео, которое выйдет. Ну, такой вот опыт с клеем. Я хочу сказать, что он себя оправдал. Это классный клей. И он очень классно клеит. Так что всем добра, всем пока, всем удачи. Продолжение следует...